ребят всем привет вы на канатике и спать и я тикей и сегодня у нас видео про топ советов новичку в 2024 году watcher of realms перед началом видео будет небольшая вставка и продолжим хочешь забрать первое место в турнире или немного не хватило до гаранта под вкусное событие тебе с этим поможет разобраться сервис доната в игры донатов нет при этом донат через этот сервис дешевле чем в самой игре кроме watcher of realms ты можешь пополнить баланс steam или любой другой любимой твоей игры а перейдя по моей реферальной ссылке в описании ты получишь 5 процентов скидки на первую покупку донатов нет твой главный помощник в мире донатов в этом ролике хотел бы разобрать топ ошибок соответственно советов для новичка watcher of realms в этом году возможно они в следующем поменяются новый контент выйдет может быть что-то там ребал оснут и это все исчезнет поэтому актуальность наверное год у этого видео будет но может быть и больше я часто прохожу платно какие-нибудь задания контент и так далее то есть вижу ошибки которые допускают игроки при прохождении этой игры при фарме при трате рубинов и прочим то есть и хочу с этим поделиться то есть это такой топ своих наблюдений ошибок которые вижу на аккаунтах мы уже делали разбор там 92 левела которого даже пом 19 этажи были не пройдены то есть застопорились они в развитии в продвижении не смогли ничего пройти то есть фармили не то то есть фармить 18 жить на 92 левеле этой игры конечно же это ошибка думаю такое баналь что мы разбирать не будем мы будем разбирать более такие общие ошибки и самое главное важный то есть они прям сильно 100 перед развития вашего аккаунт начнем с первой ошибки первая ошибка это у нас слив персонажей каких персонажей не стоит в принципе сливать это конечно же это лимитные персонажи уровня волки уровня и не то которые вы получаете соответственно за прохождение чего-либо то есть волка вы квест целый выполняете а там вроде за 19 его можно выполнить но обычно все там за месяц-два волку забирают их собственно сливают этих персонажей которые вы потом просто не получите тут выбора нет вы продали и все волкой например слив волку вы не сможете пройти 219 без сети ну то есть что вы перекачиваем топа уж потом сможете пройти но есть тактика прямо на так и называется 2 рейд снаряжение через волку через тайминги вот но и она в принципе много где нужно она является сейвером команда она может помогать на семрахе на кб и жить она может помогать жить в принципе то есть где-то она вообще необходимо где то она просто как под сейф и очень приятный под сейф что затормозит сильно развитие вашего аккаунта но собственно и нет и прочее то навряд ли вы уже конечно пройдя на и нет его сольете но можно случайно там не знаю кому-нибудь доказать аккаунт он вам сольет и и все у вас уже на и нет закончены события вы никакого не получите собственно лимитные персонажи те кого дают то есть там типа гнева мэри тоже сливать не надо да и в принципе вам нужна хотя бы одна копия всех персонажей в игре игра про копить персонажей коллекционка соответственно сливая единственную копию персонажа распыляя ее так называемый чтобы потом получить какую пробуду на желаемого персонажа но это глупость то есть она того не стоит повышение персонажа на там пять процентов его полезности как правило дает его пробуда не стоит того чтобы не знаю ну например фракции не закрыть ну просто то есть вы обменивать допустим шамира до казалось бы негодный герой вы его сливаете а вам никак фракцию северян не пройти потому что надо магов по моему выставить три штуки насколько я помню и все до свидания до возможно введут попозже но все равно это ошибка это ошибка сливать в коллекционке при том что у вас на тех кто вам уже пришел x10 точно работает дать на тех кто еще не пришел собственно сложно уника в конце игры получить и собственно развеивая вы еще сложнее себе этого шамира дальше достать вот это было тупой совет мы там еще на стриме это разбирали что слить там асхор и прочих но в итоге асхор заиграл на семрах то есть под них все равно контент сделают раньше вам такой свет и тоже под них просто не было контента сейчас под любого персонажа который вы в игре не найдете него есть свой контент где он хорошо применим компаниях в рейдах снаряжение кбс и мрах ввели очень много контента и активности в общем слив персов это топ-1 ошибка которая просто даже не справляется топ-1 слив персов и так топ-2 это слив рубинов слив рубинов в любимые вам круточки вот сюда но например почему я не кручусь почему не будет видео на этой неделе под салазаров версии прочего то что не герои есть смысла крутить под x15 под них особого у меня нет то есть они мне сто процентов выпадут бустанут ли моя не аккаунт нет то есть у меня важная пробуду носила зарпом 1 ли какая она там где он побольше кровотока вешает она есть на всех остальных они не бустят им баланс на персонажей собственно дальше идут лимитки дальше всякие и вары то есть открываться без еще и повышенных шансов тоже вообще странная затея и в общем основная основной посыл 2 ошибки это слив рубинов именно в крутке то есть вот вы видите меня 7000 рубинов и вы просто постоянно пока до их туда сливаете правильным практически в любой момент игры кроме первой недели тире месяца игры будет правильным сливать рубины в энергию и уже энергию использовать для турниров для событий для закрытия халявного контента персонажи так или иначе они к вам придут так или иначе вы заработаете в турнирах на них крутки но там их выгоднее отменивать чем просто брать и сливать в крутке то есть в крутках от самые невыгодные рубины тратить и это тратят только для добива там гаранта под вкусное событие либо ну то есть чтобы докрутить и вытащить нужного героя вот так скажем это топ-2 но 2 вернее по списку и 3 долгое прохождение что я здесь имею ввиду это любое прохождение которое занимает у вас полдня день неделю упаси господь там пять часов и так далее то есть вы что-то делаете не так да я понимаю что игра про прохождение что прикольно пройти ему самому но у вас не получается с наибольшей вероятностью скорее всего у вас нет нужных героев чтобы пройти в этой игре под определенные места нужны определенные герои условно есть сайлос но нет верный и вы уже не сможете пройти не знаю там разлом например кошмарный потому что просто босса не сможете пробивать то что сайлос реально на 30-40 процентов урон свой бусит когда к нему приходит верно например и вам прощается проход и таких вариантов много особенно под новые рейды снаряжения 4 14142 под них вообще нужны какие-то определенные подземелья снаряжение называется это рейд для снаряжения подземелья но мы их привычно называем рейд для снаряжения 4 4 2 4 1 то есть вот эти вот подземелья снаряжения которые по-ублюдски на самом деле названы но все но сам факт сюда нужны определенные герои собственно маги до массовые плюс там далорка и прочие прочие валькиры хороша бы ну и здесь собственно тоже нужны такие как на хасу практически жизненно необходимо чтобы на высоких этажах проходить многие герои в общем их нет и пытаться прохить вас просто не получится потому что у героев нет тех навыков которые нужны и замены к сожалению даже эпического качества у 90 процентов героев сейчас надо момент в этой игре нет потом возможно появится это будет интереснее но сейчас к сожалению есть герой с уникальным верни к счастью для коллекционки но к сожалению с уникальными событиями которые с уникальными навыками которые нужны под уникальные какое-то событие либо снаряжение вот поэтому если долго проходите пару часиков по залипали пошли на youtube посмотрели как ребята проходят и скипнули дальше вот умеете пожалуйста принимать поражение вот иначе это просто трата времени итак четвертое тут я объединил ту реки слив ресурсов ради занятия первого места ну и собственно обратное это лимитные события и их не участие то есть это какие-то события которые проходят в игре ну например турнир и вот здесь вот мы сейчас зарубимся с человеком за первое место казалось бы всего лишь за три частичка утробы которые ей так соберу и собственно за три всего лишь синеньких крутки а например мы можем зарубиться то есть это будет 25000 всего 5 наберу и займу второе место ну например конечно же не надо с такими рубиться скорее все эти ребята выходят на и нет а то есть надо три раза первое место занять и не просто копят ресурсы и сливают все ресурсы то есть ними бодаться докупать за рубин никакого смысла нет видите что человек уперся уступить ему первое место собственно удовольствие старым третьим там или может быть даже ниже если много количества персонажей собственно качаются здесь лучше посмотреть под конец потому что обычно конечно все там три дня никто не фармит события фармят в начале в середине под конец уже добивают и посмотреть сколько в какая турнира группа вам попалась и кто как на фарм и уже потом добейте нужны вам по очкам по трофеям в турнире не надо в начале вливать 20 тысяч кто смотреть будут другие вливать или не будут наоборот будут умнее сначала посмотрите кто вольет а потом уже вливайте в этих турнирах ну и события события лимитные например сейчас идут события на 100 частички салазар или как они там называются в общем на утробу и вот эти вот огненная чешуя есть этот огненный безумие так далее вход в события тоже опять же очень вкусные награды обычно это все надо забирать она обычно ничего не стоит зашли и вот эти вот события которые дают крутки дают энергию дают рубины все забираем вот ну тут как бы только проблема в том что может быть выкладную следили куда-то не тыркнули просто шли каждый день надо заходить и если сам девать к башку и вот эти вот события это собственно 4 5 забиваете на пантеон и прилив на приливе вам дают здесь просто нужно без героев поднимать и пытаться пройти никакой тактики здесь нет просто нужно чтобы здесь было текущая боевая сила собственно зелененькая там или оранжевенькая глаж не красная переодевайте персонажей побольше ставить боевой силы выставляете 3 соответственно танка 3 бойца 3 лучника 3 мага и 3 лекаря вроде так там это все работает то что все бонусы точно отработать от 3 и выше которые вы прокачиваете и все и проходите прилив здесь много ресурсов особенно пыли которая может пригодиться на ранних эстапах развития потом она уже не нужна но вначале пригодится и пантеон пантеон максимально прокачены может приносить по моему 30 что ли процентов бонуса к атаке что там 40 или 50 или 60 даже козы то есть это очень очень круто это как еще одна бежа по сути такая неплохо прокаченная вот относитесь как к еще одной шмотки то есть важность пантеона это еще одна шмотка и при этом она у всех ваших персонажей которые есть в игре то есть пантеон важен кто-то забывает его соответственно прокачивать ну и прилив опять же от ресурс я не буду говорить про ежедневные события типа содружества гномов что это надо забирать то что это уже мелкие ресурсы которые здесь есть они тоже нужны нужны ли они там условно сильная лет ошибка нет вот то что я назвал сейчас это условный там топ 5 проблем развития к если вы не будете забирать из персонажей никто не мешает вам их забрать в рейде на опыт или золото ну и так далее то есть да здесь попадается какие-то со скидкой там шарды ну то есть это 10 процентов развития вашего аккаунта 20 а то что я назвал может застопорить на 50 на 90 процентов все будете блин бездумно крутить и сливать персонаж вот ну и шестой такой небольшой бонус этот донат при том что вроде как должен вас да и связи с новым мега спонсором донатить но нет смысл в том что донать надо умно и здесь есть выгодные донаты есть невыгодные донаты есть калькуляторы донатов используйте на сайтах вебе в яндексе в гугле забивайте и собственно watcher of realms калькулятор доната и смотрите что там вообще у вас предлагается в пакете как правило большая часть пакетов это перехайпленная херня которая вам не нужна я бы советовал карточку потому что просто больше ресурсов быть стесно получать вот давайте быстренько пройдемся чтобы чтобы я бы забирал бы вот эта карта привилегий первые 36 месяцев она вам будет актуально точно можно взять вот эту месячную карту на в принципе плюс-минус выгодные на энергию бы не брал бы вот это возможно взял то что все-таки 40 все что по времени растянута она выгодна не сразу пачка там неделя день 3 то есть вот эти моменты и есть еще набора здесь надо считать но в среднем самый выгодный набор это три сакрала за 999 рублей сейчас ну так вот эти вот в золото так называемый все остальное должно отталкиваться от этого то есть видите тот там почти там в пять раз дороже да ну не в 5 наверно в 3 где-то относительно даже не в 3 в 2,5 то что здесь еще 5 вот этих ну в общем дороже в любом случае в 2-2,5 раз дороже вот это прям совсем все очень дорого не нужно вот эти премиум роста там и так далее на мой взгляд эта фигня какая-то вот это неплохой набор то есть смотрите в калькуляторе доната и покупайте опять же конечно же не последние деньги тратить а те которые у вас можете вы на это потратить например там как на подписку какой там на яндекс музыку то есть больших денег не советую тратить и тратить и выгодные с умом и только когда нужно иона которая за 49 помыли за 39 рублей в игре появляется тоже очень выгодное вложение на очень редко падает и она реально бустят 1 рейд снаряжение в принципе является самым сильным эпическим массовым магом в игре вот и она вам реально понадобится все остальные пожелания то есть месячная карта от меня и ион вот все остальное все очень-очень-очень под вопросик вы досмотрели видео до конца с вами был теки и на канале теки и спать и спасибо что поддерживаете досматриваете ролики не забудьте отреагировать поставить лайк дизлайк если видео не понравилось то есть на понравилось я жду от вас комментариев возможные новичкам забыл что-то еще посоветовать кто там делает обзоры тоже платно напишите в комментариях какие у вас обычного косяки на аккаунте вы замечаете я думаю что ночкам это видео будет полезно ребят в конце видео всего лишь хотел напомнить что я предоставляю услуги обзора аккаунта и прохождение любых рейдов снаряжения повышение урона на кб и прочее если вы где-то застряли либо может нужен совет обращайтесь советы бесплатно когда что-то за вас делаю платно цены достаточно демократичные и приемлемые обращайтесь в к и тг ссылочки будут в описании в закрепленном комментарии а